Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Продолжаем серию видео ответов на вопросы. Новая рубрика, которая появилась у нас на канале. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии со своими вопросами, будем на них непосредственно отвечать. Сегодня вопрос, который возник, который, мне кажется, будет интересен большинству людей, большинству подписчиков заключается в том, какие инструменты, в каких инструментах можно будет сохранить и приумножить свой капитал в период перекроя финансовой системы. Перекроя, перестроя финансовой системы. Опять же, откуда взялся вопрос, немного предыстории, почему мы говорим о перестрою, перекрою финансовой системы и, соответственно, что лично планирую делать я, как сам я планирую на это смотреть, что буду обращать особое внимание. То есть, когда мы говорим о перекрою финансовой системы, то в этом случае то, что я подразумеваю в виду, когда говорю, что у нас строит действительно эволюция финансовой системы, заключается в том, что текущая парадигма, она себя изжила. Мы практически с 80-х годов, это получается 40 лет, живем в эпоху постоянно снижающихся процентных ставок. То есть, я сейчас говорю не про Россию, я говорю сейчас про весь мир. Финансовым центром была Америка и стоимость денег в Америке с 80-х годов, когда они составляли, задумайтесь только, стоимость денег в Америке, процентная ставка в Америке была выше 20%. То есть, это ставка, ключевая ставка Центрального банка, Федрезерва. И она упала сейчас практически до нуля. Ноль, один процент, текущая эффективная процентная ставка. То есть, все население, инвесторы, управляющие, да в принципе любой человек, он жил в очень простой парадигме. Он жил в парадигме, что стоимость денег завтра всегда меньше, чем вчера. Ну, то есть, это очень напоминает лозунг МММ, да, что стоимость акций МММ завтра всегда выше, чем вчера. И вот такая вот большая кредитная пирамида образовалась в мировой финансовой системе. То есть, люди все больше, больше, больше брали кредитов. Экономика росла, было гиперпотребление. То есть, если раньше люди покупали автомобиль там на 10-15 лет, то мы пришли к тому, что в нулевых годах, в начале 21 века, там люди стали менять автомобили раз в 2 года. Ну, я говорю про Америку, в России там раз в 3-4 года. То есть, родилось поколение потребителей, с одной стороны, с другой стороны, все обленились, да. Ты мог быть неэффективен, ты мог использовать леверидж, ты мог использовать заемный капитал, ты, любые проблемы, какие у тебя возникали в бизнесе, из-за того, что он у тебя был неэффективен, из-за того, что ты нес убытки, ты их мог нивелировать за счет того, что ты всегда мог пополнить оборотный капитал за счет достаточно дешевых денег. Причем, ты всегда понимал, что какие бы проблемы не были, какие бы кредитные циклы мы не проходили, краткосрочные кредитные циклы, даже если в моменте стоимость денег увеличилась, то все-таки дальнейшая тенденция, дальнейшая динамика была к тому, что все равно был какой-то определенный всплеск, после этого все равно стоимость денег снижалась. Сейчас мы находимся в фазе, когда деньги стоят ноль, то есть ключевая ставка европейского центробанка ноль, ключевая ставка Федрезерва там ноль один процент. Стоимость инструментов с фиксированным доходом надежных заемщиков вообще имеет отрицательную доходность, то есть какую-то доходность, если кто-то и показывает, из инструментов fixed income, инструментов с фиксированным доходом, это нужно взять на себя дополнительный кредитный риск того, что компания может дефолтнуть и не заплатить по своим собственным облигациям. Помимо всего прочего, дополнительным фактором, который очень серьезно вышел в 2020 году, это меры стимулирования экономики, то есть центральные банки не только снизили процентные ставки до нуля, но они стали еще и печатать деньги, да, то есть просто предоставляя ликвидности даже без необходимости какого-то обратного возврата. И все это, соответственно, приводит к тому, что растут инфляционные риски, что в долгосроке это может привести к значительному разгону инфляции, если будет при этом расти инфляция, то и мировые центробанки неизбежно отреагируют повышением процентных ставок. Когда это произойдет, не знает никто, да, сколько может продолжаться этот балл, тоже никто не представляет, это может произойти через месяц, закончится теоретически, да, но опять-таки я не жду, что это произойдет в течение месяца, двух или даже следующих шести месяцев, но тем не менее сам слом парадигмы будет. То есть те вещи, которые уже произведены, которые сделаны мировыми центральными банками, они уже заложили основу для будущего разгона инфляции. И реакция на это со стороны тех же центробанков будет неизменно одной и той же. И связана она будет с тем, что процентные ставки будут расти. К чему это в конечном счете может привести? Когда у вас происходит рост процентных ставок, то есть стоимость обслуживания долгов увеличится. Если мы говорим об американском фондовом рынке, допустим S&P 500, более 50 процентов компаний, которые входят в расчет индекса S&P 500, это компании, бизнес-модель которых рассчитана на левердж, на использование заемного капитала, на использование рычага. У компании практически нет наличных денег. Компании работают исключительно за счет заемного капитала, при этом этот капитал сейчас стоит дешево. То есть сейчас ты платишь очень низкие проценты за обслуживание этого долга. С другой стороны, когда произойдет повышение процентных ставок, это приведет к тому, что стоимость кредитов будет гораздо более высокая. И у тебя увеличится стоимость обслуживания кредита с одной стороны у предприятия, с другой стороны увеличение стоимости обслуживания кредита для потребителя приведет к тому, что у тебя потребитель будет меньше потреблять. И на тебя начнет действовать пресс с двух сторон, то есть одна плита этого пресса заключается в том, что у тебя растет стоимость обслуживания долга и количество денег, свободного денежного потока, который тебе нужно отправлять на выплату кредитов, будет увеличиваться, то есть у тебя будет уменьшаться размер чистой прибыли. С другой стороны, второй плитой этого давления на предприятие будет являться то, что у тебя будет схлапываться потребление, то есть количество потребляемого товара, твоего товара, который ты производишь, будет уменьшаться, потому что стоимость кредита увеличится. И, соответственно, двойной пресс, который в этом случае ты получаешь на предприятие, приводит к тому, что ты будешь бороться за свою рентабельность, ты будешь пытаться выжить, а первый способ борьбы за выживание заключается в том, что ты начинаешь сокращать персонал. Сокращение персонала, падение потребления, падение объема производства, то есть у тебя уменьшается с одной стороны валовая выручка, потому что у тебя меньше потребляют товаров и услуг, с другой стороны у тебя происходит рост расходов на обслуживание кредита, потому что растут процентные ставки. В такой ситуации ты оказываешься не в состоянии выжить и объявляешь себя банкротом. Задумайтесь только, более 50% компаний уйдут с рынка в перспективе, опять-таки точные цифры никто не может сказать, но в перспективе 10-15 лет это произойдет однозначно. Что делать в такой ситуации? То есть на что обращать внимание? Обращать внимание нужно на, ну то есть как минимум нужно повышать уровень компетенции. Нужно учиться читать финансовую отчетность компании, нужно смотреть у каких компаний, какой размер долговой нагрузки, какова балансовая стоимость компании, какова рентабельность капитала компании, с каким она работает, да, то есть строить модели, связанные с тем, когда мы говорим о дисконтировании денежных потоков, то есть закладывать в эти модели возможный рост инфляции и рост стоимости обслуживания долга. Вообще идея была такая, ну не была такая, а есть идея. Я в ближайшее время планирую провести вебинар, вебинар связанный с тем, как выбирать компании, ну то есть на что обращать внимание, на какие показатели нужно обращать внимание для того, чтобы понимать, что эта компания как минимум выживет. То есть мы фактически сейчас, если говорим о долгосрочном инвестировании, находимся в стадии того, что проинвестировав сейчас 100 долларов в широкий индекс, да, мы должны понимать, что половина с рынка уйдет, другая половина останется. И здесь возникает вопрос, знаете, как и в этом самом, в «Брате-2», да, гранаты работают 50 на 50, то есть нужно бросать сразу две, чтобы сработало, чтобы быть уверенным в том, что взорвется. Здесь, соответственно, с инвесторами получается примерно та же самая ситуация. Краткосрочно, я не думаю, что будут какие-то серьезные риски, потому что у нас все-таки есть ситуация с ковидом, у нас все-таки рассматриваются программы поддержки экономики, есть ресурсы для того, чтобы напечатать еще дополнительно денег. Все это есть. Но риски сохраняются. И в настоящий момент, лично моя точка зрения заключается в том, чтобы не пытаться вот в это уравнение играть, да, и иметь высокую вероятность потери 50% своего капитала, а именно сосредоточиться на том, какие ключевые показатели у компании нужно обращать внимание, чтобы понимать, как минимум эта компания выживет. Поэтому я рассказал о том, в каких инструментах может быть сохранение. Во-первых, это, ну, давайте еще раз резюмирую. То есть это антиинфляционные инструменты, раз, это в любом случае коммерческие коровы, да, то есть это акции компании, однозначные акции. То есть хранить деньги в инструментах денежного рынка, в облигациях, в векселях, на депозитах, это некорректно и неправильно, да, потому что здесь идут очень высокие риски, потому что в надежных инструментах мы уже сейчас имеем отрицательную доходность практически. Там, где мы имеем хоть какую-то доходность, там высокие кредитные риски. Поэтому они не имеют, ну, не представляют собой интереса. Сохранять деньги на депозитах, опять-таки, это неинтересно, потому что реальная доходность депозитов, она ниже инфляции. Тем более ниже прогнозируемой инфляции, будущей инфляции, которая может разогнаться. И в этом случае, конечно же, надежным инструментом являются антиинфляционные инструменты. Как характеризуются антиинфляционные инструменты? Во-первых, это должно быть ограниченное количество этого товара, да, то есть его не должно быть, ну, то есть, ну, если доллары можно дополнительно напечатать, да, то золото дополнительно произвести там в два раза больше достаточно сложно. Второй момент, опять же, я привел в качестве примера золота, как антиинфляционного инструмента, но золото, как таковое, не создает прибавочной стоимости. И оно частично должно быть в инфляционном портфеле для защиты инфляционных рисков, но 100% денег размещать в золоте не совсем корректно по одной простой причине, потому что золото не создает вам прибавочной стоимости. Там нет ни дивидендов, там нет ни купонов, там нет никаких промежуточных выплат. И то есть, ваша прибыль, если и формируется, то только за счет роста цены самого золота. Поэтому здесь нужно покупать антиинфляционные инструменты, которые с одной стороны будут расти на уровень инфляции, с другой стороны имеют промежуточный доход, да, там дивидендные выплаты. И когда мы говорим о дивидендных выплатах, сосредоточьтесь на поиске компаний, у которых текущая дивидендная доходность превышает инфляцию в полтора-два раза, да, то есть, как минимум на ближайшие полтора-два года вы таким образом можете защитить свои денежные средства за счет того, что выплаты дивидендов по этим компаниям покроют вам инфляционные риски. Ну и более подробно о том, как же эти компании отбирать, да, на что стоит обращать внимание, какие, может быть, инструменты использовать, мы поговорим на вебинаре. Ниже под данным видео находится ссылка, пожалуйста, проходите, регистрируйтесь, рад вас буду видеть на вебинаре, посвященном данному вопросу. Если понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно же, оставляйте комментарии. Будут интересные комментарии с вопросами, ответим на них. На связи был Максим Петров, до свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok